Обитают сейчас идеи, например, в рамках мирового развития технологий, которые сейчас уже, так сказать, на официальном уровне путем технологического фарсайта сформулированы, так скажем. То есть мы, все-таки, как школьное учреждение, мы смотрим на старших товарищей в определенном смысле, то есть мы пытаемся черпать идеи, которые будут актуальны для тех самых рынков или нетов, которые сформулированы. Я немножко позже останавливаюсь на конкретных проектах, которыми мы занимаемся. Здесь представлены технологии, которые сейчас и в будущем будут актуальны. Соответственно, одна из идей выбора тем для проектов наших школьников состоит в том, чтобы работать именно в направлениях тех технологий, которые получат наибольшее развитие в середине XXI века. Здесь представлены сложные технологии современного мира, которые уже сейчас есть и которые являются источником вдохновения, можно сказать, для наших преподавателей, для наших детей. Вкратце, кстати, о том, как вообще формируется тема наших проектов. Есть определенная проблема, я не знаю, как у наших коллег из других городов, но у нас не всегда, к сожалению, ребенок приходит с готовой идеей. Он обычно приходит мало в этом плане образованным, то есть он не знает, что такое, собственно, проекты, что такое электроника, что такое робототехника. Он просто хочет сделать роботом, например, могу я сделать терминатор, вернее, терминатор, сразу, ты не сможешь сделать? Ему еще не объяснили, что сделать нельзя. Наша задача, скажем так, главная задача нашего преподавателя, это не демотивировать его, не сразу сказать, нет, извините, я пришел, он тебе не дадится сделать терминатора, нет, но постепенно в общении с ребенком на первых занятиях, скажем так, формулируется определенная тема, которая, с одной стороны, ему интересна, но, с другой стороны, это можно у нас сделать. Я хотел остановиться, поскольку, может быть, не так уж интересно нам сказать о том конкретно, что у нас сделано, хотя об этом тоже расскажу, у нас есть определенные предложения, возможно, они прозвучат достаточно смело, то есть мы, вообще говоря, за то, чтобы, и это повлияет, я так думаю, на рост числа мейкеров и вообще на рост мейкерского сообщества среди школьников, это повсеместное внедрение в школы, не только создание технопарков и фаблавов, но и впоследствии в школах создание таких небольших школьных фабричных лабораторий, то есть этот класс, в котором стоит РД-принтер, в котором есть электронные конструкторы, робототехнические конструкторы, и так далее, и это масса. Я считаю так, что если мы хотим, как государство, сейчас получить мощнейший технологический рывок, то нам необходим для экстремальных результатов экстремальные меры, то есть фактически стопроцентный охват детей технологическим образованием. Пускай, конечно, ребенок может, это может ему не понравиться, да, это может быть, как говорил мой будущий коммунитарий, который не интересуется техникой, тематикой и так далее, но пусть он попробует, по крайней мере. А из них, из всех школьников, которые пройдут через эту систему, из них сформируются уже те самые мейкеры, о которых мы говорим. Наш опыт, прежде всего, еще в том, чем, допустим, мы можем быть интересны. У нас совместно работает региональная школа «Технопарк», то есть образовательная, скажем так, организация. У нас работает Центр молодежно-национального творчества, директором которой я по сместительству являюсь, и работает образовательная, точнее, стажаучная площадка для педагогов. То есть у нас как бы есть возможность готовить и детей, и педагогов, и в то же время у нас наш ФАБЛАК, то есть СМИТ, он используется как технологическая база, как технологическая поддержка. Кстати, вот Алексей говорил о том, что недостаток, допустим, может заключаться в том, что есть возможность сделать конструкцию, нет возможности расценить электронику. У нас, в принципе, с этим все нормально, потому что у нас соседние лаборатории, это лаборатория электроники и лаборатория многоцифрового производства, скажем так. Есть совместные проекты, когда дети, грубо говоря, бегают от лаборатории в другую, благо они рядом находятся, и делают корпус, например, готовят огромные разработки, которыми они сейчас занимаются. И то, что ФАБЛАК, это, сказать, огромное благо было для нас, то, что он обладает производственным оборудованием, это как раз те самые великолепные возможности, которых не было в 80-х годах, то, что действительно сейчас дети, школьники обладают доступом к производству оборудования, с помощью которого можно получить вот такой, в принципе, профессионально выглядящий результат, чего в 80-е годы доставить было себе сложно, потому что для этого необходимо было быть довольно опытным взрослым инженером, который где-то на заводе в свободное время мог выточить эти ручки, этот приборный панель. Так теперь это можно делать в ЦМИПах. И мы, в принципе, у себя разработали и производим РД-принтеры школьные, причем не принтеры, просто конструкторы. И мы готовы поучаствовать в той работе, если она начнется, по оснащению школ вот такими комплектами мини-фабричных школьных лабораторий. Вот эти ключевые предложения, включая, скажем, систему микропроектов для детей, причем начиная с начальной школы, включая интригиальные решения производственных задач, как маркеры даренности детей, включая распространение, скажем, опыта нашего кластера и включая стопроцентный охват детей, вот, скажем так, сумму предложений, которую сейчас вы видите на слайде. Мы задумались над тем, что мы можем сделать на уровне школы, на уровне работы с молодежью, чтобы в итоге мы, как страна, не отстали от мировых лидеров. Это проектный командный подход, это публичная защита проектов, то есть мы по себе и готовим ко взрослой жизни. То есть у нас проекты ограничены во времени, у нас обязательно публичная защита этих проектов. И, в принципе, вот это все, мы каждые субботы проводим такие защиты, мы им говорим, ребята, вот вы пришли сюда для того, чтобы потренироваться. То есть, и мы надеемся, что, по крайней мере, часть из вас, будучи инженерами, учеными, разработчиками, заведателями, вы в этой ситуации обязательно окажетесь, вам придется защищать эти проекты, вам придется иметь, скажем, временные ограничения и так далее, и вы должны в условии всех этих ограничений получить какой-то конечный результат. Вот немножко, как раз, я хочу рассказать о направлении нашей проектной деятельности, поскольку у нас действительно сегодня разговор неформальный такой, как про мейкеров. Вот, что мы делаем или собираемся делать в области именно, скажем, того, что находится на стыке сфорового производства и электроники. Это те самые проекты в области интернет-вещей, о которых Алексей Николаев говорил. Я вкратце скажу о двух проектах, которые делаются непосредственно под моим руководством, школьниками 10-го класса. Это два проекта. Один, как ни странно, это нейро. То есть у нас ребята делают нейрошлем на базе все-таки нейроскайп, чип, так скажем, то есть он достаточно простой, это канальный чип, тем не менее он позволяет все это контролировать в уровне концентрации и расслабления. И в сочетании с отслеживанием движения головы, то есть мы делаем такой нейро-биомеханический способ управления для умного дома и для, как адаптер, так сказать, контроллера для интернет-вещей. Это у нас конкурсные проекты, они вот были ученые будущего, сейчас поедут еще в Нижний Новгород. И второй проект, который родился из проблемы с загрязнением окружающей среды, то есть, ну, несмотря, что бывает у нас неполучная обстановка в городах, так вот, идея такая. Проект, в принципе, соответствует идеологии интернет-вещей, то есть маленькие носимые детекторы дыма на основе обычных датчиков дыма, плюс Bluetooth-адаптер, плюс приложение на Android, которое взаимодействует с этим детектором и которое направляет информацию о загрязнении, плюс добавляет к ней информацию географических координатов и помещает это в облако. Кстати, поделюсь, так сказать, мейкерской идеей, которая не моя. Эта идея пришла десятиклассникам, по-моему. Он предложил в качестве облака использовать обычную таблицу с Google-допументов. Глава этой системы позволяет публиковать веб-сервере, фактически создавать такое мейкерское, детское облако, легко программируемое, так скажем. То есть в итоге мы получаем некую эксервискую, ну не эксервискую, а гуглскую таблицу с параметрами мониторинга, скажем так, то есть по времени и по координатам. Вот такие, к примеру, проекты. А также мы занимаемся разработкой и мультикоптеров, и самолетов, поскольку сотрудничаем с Центром детского технического творчества Астраханского. Очень много проектов по носимой электронике, очень много проектов по помощи людям с ограниченными возможностями, например, навигатор по зданию людей слепых, делают наши дети. Индикатор уровня жидкости в сосуде, индикатор количества употребляемой жидкости человека, ну и так далее, и так далее. Умная прихватка с изменением температуры. Вот такой вот проекты, это вот реальный проект, который сейчас наши дети делают. Чтобы охарактеризовать мощность нашего мейкерского сообщества, могу сказать, что в технопарке ежегодно занимается около 1200 детей разных возрастов, с 5 по 11 класс. Еще сейчас мы заметили такую вещь, что сейчас активно развиваются и при участии агентств технических инициатив однодневные особые программы типа Мастер Славы, Мастер Града и так далее. То есть мы приветствуем, естественно, такие программы, но мы считаем, следующий слайд показывает, что мы считаем, что проектная именно деятельность, такая серьезная проектная деятельность с конкретным результатом, с погружением в тему, с образовательными элементами, она должна все-таки немножко больше 50% общего объема всей урочной деятельности школьников занимать. Есть у нас и другие предложения. Сейчас у нас создана детская общественная организация, а мы в сентябре предложили создать детскую общественную организацию область научно-технического творчества, систему званий, систему номинаторов для присвоения этих званий детей. То есть, чтобы ребенок имел карьерный лист, и к концу школы уже имел фактически такое подтвержденное портфолио, что действительно он обладел определенной суммой компетенции этой технологии. Я понимаю, что у меня время давно уже истекло. Это просто фотографии наших занятий. Это 3D-принтеры, робототехника, микроэлектроника и так далее. Структура нашей проектной деятельности, но она, в общем-то, ведет нас от выбора темы к конечным счетам через проектирование завершения и презентации. Пример проектной деятельности области 3D в производстве в нашем покладе. Ну, давайте, наверное, я поступлю на эту тему, немножко связанную именно с мейкерским сообществом. Я, наверное, на этом закончу свой доклад. Вот, вот, контакт на стену. Ну, отменяйте, спасибо, спасибо. Подходим к завершению нашего выступления, если еще.